Всем привет! Спасибо вам за то, что вы со мной. Это, так сказать, не само собой разумеющийся зайти на мой канал, но вы зашли, поэтому спасибо вам большое. И сегодня я буду смотреть новый клип Монсты, но он не такой уж и новый, потому что вышел уже больше недели назад, но я как-то не заметила, хотя я знала, что у них продвигается камбэк. Тем более моя подруга, у которой Монста-любимая группа, она прямо мне все уши прожужжала этим камбэком, но при этом я всё равно умудрилась пропустить. Да и она, по-моему, тоже, мы обе работаем, всякое бывает, вот. В общем, суть в том, что Монста-группа, о которой я тоже узнала не так рано, как могла бы, узнала не так давно, и они мне понравились. Тоже не сразу, сначала я, ну, вроде, вот, нормальная группа, потом послушала и поняла, что мне у них нравится, там, буквально каждая вторая песня, это довольно неплохо, если учесть, сколько у них есть песен. Вот. Поэтому, да, я думаю, что они мне очень нравятся, очень классные. Знаю, что Ван Хо раньше был участником группы, сейчас он сольный артист, и у него это прекрасно получается. И остаётся ещё время ходить в качалку, ещё сколько времени, да. Ну, в общем, да, я одновременно узнала про Монста и про Ван Хо, и мне нравятся и Ван Хо, и Монста, и когда Ван Хо был в Монсте, и песни их мне тоже очень понравились. В общем, классные ребята. И вроде бы это не первый камбэк с тех пор, как я про них узнала, но тот камбэк я как-то немножко пропустила, хотя я уже потом послушала песню, а этот камбэк, вот, так сказать, успеваю ещё поймать. Так что, да, сейчас я посмотрю, наконец-то, этот клип, и уже потом смогу смотреть спокойно и выступления какие-то их, и ещё что-то связанное с песней, потому что не буду бояться спойлеров. Вот. Это всё, что я хотела сказать, давайте уже поскорее приступим. Красавчик. Я ещё раз это посмотрю, потому что мне очень нравится Хюн Вон. Он мой биос, кстати, если кто-то не понял. Да, у меня есть биосы во всех группах, даже в группах, которые я плохо знаю, вы всё правильно поняли. Ты, что ты, что ты, как ты, как ты, как ты? Что у вас с любовными песнями? Уже третью песню про любовь подряд слушаю. Давайте уже что-нибудь поинтереснее. Ладно, любовь — это прекрасно, не слушайте меня. Влюбляйтесь, пишите стихи, вдохновляйтесь, рисуйте картины. Любовь — это муза, всё нормально. Ой, Джухон красивый. Давайте всё это пересмотрим сначала, потому что я немножко отвлеклась на слова. Давайте их вообще уберём. Во второй раз почитаю. Давайте сконцентрируемся на звучании мелодии и на их прекрасных лицах и образах. Мне очень нравится, как они выглядят здесь. Вообще всегда, но здесь. Ты, что ты, как ты, как ты? Сейчас как будто два голоса было прикольное. Сейчас. Простите, что я так много перематываю. Мне очень нравится весь лук Джухона. Вообще всё это. Ему очень идут эти светлые волосы. И это что бы на нём ни было. Костюм. Костюм. Пиджак. Штаны. Не знаю, что вот это всё происходит. Серёжки, украшения. Мне очень нравится этот образ. Очень красивый. Субтитры сделал DimaTorzok Такой интересный звук на заднем плане. Вы слышите такой... Какая-то своя мелодия у него. Тонкий таким... Такой... Тоненький звук. Ну, он вообще какой-то... Пугающе. Прекрасный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите. И Джухон. Субтитры сделал DimaTorzok Что такой красивый? Как у них отличается тон голоса у Джихона и у Айема, и при этом они оба очень классные рэперы. Я видела некоторые видео, где они вдвоём рэпуют, не без помощи подруги-фанатки Monsta X, Mon Baby это, кажется, называется, и это называется фандом, да. И да, думаете, почему я знаю их имена, хотя я вроде бы не так много знаю про Monsta, в общем, они оба очень классные, я считаю их вообще одними из лучших рэперов кипопа, если честно. Как минимум на мой личный вкус. Как минимум на мой личный вкус. Я Cl metrics частями о indie room the show шоу. Субтитры делал DimaTorzok 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 У Хюнвона очень нежный такой голос, мне очень нравится А, я вот сейчас посмотрела на участников и, в общем-то, я сразу не обратила на это внимание На самом деле я знала об этом, что Шану сейчас не с ними, что он находится в армии, я так понимаю И я просто сначала так не пересчитывала участников, чтобы посмотреть, кого нет Но сейчас я ясно вижу, что его нет, и, в общем-то, логично, он в армии, поэтому, да, Шану здесь нет, и я об этом знаю Он вроде бы как их лидер, насколько я помню А, и я слышала, что он даже ходил на какой-то их концерт или на какой-то фан-митинг В общем, на какое-то мероприятие с ними ходил, чтобы посмотреть на них И это очень мило с его стороны, потому что, вообще-то, он в армии Вот Специально пришел, чтобы на них посмотреть Такое слышала я, своими глазами не видела Субтитры делал DimaTorzok Мне по звучанию припев немного напоминает какую-то другую песню Не знаю, монстры или не монстры, но так как я не могу с точностью сказать название этой песни И вообще, что это за песня была, и как она звучала, скорее всего, она все-таки не настолько похожа Просто что-то, что-то какая-то маленькая деталь мне напоминает Субтитры делал DimaTorzok Это немножко смешно, что они разные слова просто произносят как буквы Без какой-либо причины Ну, будешь мой VIP, VIP нормально Это слово всегда так произносится, как просто инициалами Вот You going B.I.G. Почему не big? Почему только для рифа? Вот это особенно Let's D.I.E. together Немножко кринжово, ну да ладно, звучит прикольно Даже L.O.V.E. они продолжают с этим Но я считаю, что продолжать это четыре раза менее кринжово, чем два раза Потому что ты такой, типа, ну это уже моя фишка, я просто с этим продолжаю Ну, не моя, а наша фишка Мне кажется, вообще у Monsta есть вот это вот очень интересное сочетание Такое какое-то Именно, как это сказать У них вообще, в принципе, довольно такой зрелый вайб Но помимо этого у них есть сочетание какой-то такой крутости И соблазнительности вместе Ну, то есть именно То есть, как это сказать То есть их вокал звучит довольно Попсово Нет, попса это Сейчас уже не поймёшь, что такое попса Поэтому звучит попсово Это такое понятие растяжимое Ну, то есть их вокал очень вокальный А их рэп очень рэповый Если вы понимаете, о чём я То есть, как бы сказать Их звучание было бы довольно стандартным Если бы не их рэп-партии Но при этом, как бы, всё равно очень гармоничным То есть мне очень нравится их вокал Не знаю, мне очень нравится их вокал Он очень прокачанный Но определённо то, что у них есть классный рэп-лайн Добавляет им, так сказать, плюсиков в копилку И вообще у них очень привлекательная песня такая получилась Вот эти вот все Вот эти их слови И Хюнлон красавица Просто хочу ещё раз на него посмотреть красиво Мне ещё нравится это полурэп-пение Очень подходит для этой песни Такой спокойный Добавляет им, так сказать, плюсиков в копилку Красиво? 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 Добавляет им, так сказать, плюсиков в копилку И вот здесь 5 лет И вот здесь 5 лет Их здесь 5 лет как красиво оборвал ноту, это Kihyeon, да? Я просто заметила, что у них здесь стоит шесть микрофонов, хотя их пять, потому что у них шесть участников в группе, это очень мило, точнее, у меня здесь раз, два, три, четыре, пять микрофонов и один такой недомикрофончик, это, видимо, отсутствующий Шану, очень мило. Я уже дважды послушала эту песню, а то у меня просто желание ещё раз послушать, видимо, песня мне понравилась. Да, опять-таки, текстом не могу сильно проникнуться, потому что он такой просто соблазняющий о любви, ну, и не только, в принципе, они там ещё пели, как бы просто идём за мной тусить, что тоже прекрасно, но я так понимаю, что всё равно в основном песня такая довольно романтическая, а я такими обычно не проникаюсь. Я проникаюсь там про саморазвитие, там, про депрессию, там, про ещё что-нибудь, там, про одиночество, про то, как ты не можешь себя в жизни найти, ну, знаете, там, слободневные такие, то, что мне, то, что мне слободневные, слободневные, так говорят. В общем, я лучше не буду использовать сложные слова, то, что для меня с собой релевантно, то мне, то меня и трогает, в общем-то, что логично. Но, опять-таки, песня очень красивая, сразу же идёт мой плейлист, мне очень понравилась, очень зашла. Сейчас пойду просто смотреть кучу выступлений, фанкамов, потому что Монста просто красавчики, просто потрясающие ребята, очень обаятельные, очень красивые, и всё у них на высоте, вокал, рэп и танцы тоже очень прикольные в этой песне. Я просто пересматриваю всякие красивые кадры, джухон, вообще, вот эта вот, вот эта вот красота. Я смеюсь над тем, как я запуталась в словах всё ещё. Я буду потом очень долго стесняться, лучше бы я сделала вид, что я не заметила, что я это сделала. Да. В общем, что я хочу сказать, надо послушать весь альбом Монсты, я не знаю, почему кому-то могла не понравиться эта песня, потому что мне она нравится, и текст потом перечитаю, может, найду там что-то ещё интересное, потому что с первого взгляда особо в тексте там сложно найти какие-то тайные смыслы, если они есть. А если их нет, то и не надо, песни не обязательно должны быть сильно мудрёными, могут быть просто красивыми, прикольными, весёлыми или романтическими. Вот. В общем-то, я не имею ничего против, просто сильно меня за душу не трогает. Вот. Текст. А то, какие они красивые, как они отлично звучат, и какой клип эстетически привлекательный, вот это меня вполне себе трогает. Да. Так что, да, песня мне понравилась, люблю Монсту, и обязательно стоит ещё на что-нибудь более старое от них отреагировать, просто не знаю, с чего начать, так что присылайте ваши рекомендации, может, какие-то индивидуальные видео с участниками, какие-то их сольные, может быть, проекты. Я знаю, что Монсты существуют давно, так что всё, что у них есть, всё мне накидывайте в рекомендации, вот в комментариях внизу, и я обязательно послушаю. Вот. Всем спасибо, что досмотрели видео до конца, всем пока!